Я Салай Василий Афанасьевич, родился 2001 года, 11 ноября. Проживаю в городе Буденовске и служу там же. Номером расчета. 27 февраля мы заехали на границу Украины. 20 февраля нам поступил приказ поехать на полигон Жанкой для проведения учений. После чего 27 февраля нам дали приказ встать на границу Украины на оборону. После чего нас завезли за границу на территорию Украины. Мы проехали колонны в составе батальоно-тактической группы до города Новокаховка. Там мы встали и когда мы хотели развернуться и поехать обратно, нам сказали, что обратного пути нет. Что нас могут распределять в наши люди. Дальше нам поступил приказ сопровождать мосты, понтоны, после чего мы двинулись вперед. После того, как мы приехали в Новокаховку, я увидел, правда, войну. Было очень много потерь среди мирного населения, среди Российской Федерации солдат, также солдат ВСУ. Было, правда, очень много потерь. Я обращаюсь ко всем гражданам Российской Федерации. Что мы, те военкоматы, частя военные, все. Не надо этой войны. Эта война, она бесполезна. Погибает очень много людей, и это не нужно. Перечитать? Да, пожалуйста, пошел. Командир возвода. Завлить Бергенов, родмир. Отчество, не знаю. Третий возвод. Здесь 39-й пол, 2-й патриот, 5-й знака ворот. Размещение. Человек из комнаты. Твои данные? Какие данные? Фамилия Морис? Дубович Слава Дмитриевич. Уроженица. Перевский край. Ну, Пиевский край, Родион, Деревня, Силова, Станица. Перев. Сама Перев. На сколько давно служишь? Три месяца. Сюда ехал с какой целью? Три месяца? Одну минуту. Ты подписал контракт три месяца назад? Где ты походил КМБ? На яблоко. То есть, ты без КМБ, какая ты должность в подразделении? Научик-оператор. Научик-оператор. То есть, ты без КМБ тебе дали наводить танковую пушку, то есть, что ты? Да. Да. Когда ты подписал контракт? В каком месяце? В декабре. В декабре. 21-й года, правильно? Да. Идем дальше. Научение было в Беларуси? Или в России дело с тобой учениями? Перев. Какую историю с Украиной? Да. И когда вы приехали на учение? На учение мы приехали 20... А, нет, 3 февраля я приехал. Куда? Да. В этот вариант с привинцией там были. Вас передискорцировали с техникой? Вы с техникой сюда переходили? Или техника была здесь? Вы пришли на готовую технику? Да, до этого перевезли технику. Когда? Не могу знать. Я до этого в командировку не ездил. Ну, перед Новым годом. Перед Новым годом? Ты ушастал по грузской технике? На возрасте, нет? Технику здесь без тебя, да? Позвали врача? Плохо? Нет. Хорошо. Путизу задачу ставил, пожалуйста. Перед ктожой на Украину. Ну, когда вы там, что вам же говорили? Мы же обычные дитяные, а на Украине доводим. Так, ну что вы? То есть вы не понимали, куда вы ездите? Учение, не учение? Да, говоришь самоучение. Но с какой стороны вы понимали, что будете в Украину лежать? Или нет? Понимали, когда вы меня довели через несколько дней. Через несколько дней. Когда вы ездили сегодня, например, на сегодня в Украину, вы не понимали, что вы уехали в Украину? Вы когда уже только уехали, поняли, что вы в Украину? Понимали. Мы говорили это за пару дней назад. Что говорили? Затем понимаешь, что это чужая страна? Ну а ты сам понимал, что ты едешь в чужую страну, независимую, у которой есть границы? Понимал. То есть ты же понимал, что ты вторгаешься в чужую страну, правильно? То есть ты же оккупант. Правильно? Николай Шкалин, провожу службу в 6-й роте 2-го батальона 70-го матрицалкового полка. Взывание старшего сержанта в должности заместителя командира зоны. Меня и многие мои сослужители отправили на территорию Украины якобы под видом учения. Но на самом деле здесь происходит убийство юных жителей. И поэтому призываю свое соотечество сложить оружие и уехать к себе домой. И продолжать это беспролезно, не нужно никому войдет. Хотел бы передать привет жене Геннавии и дочке Асеи. Я и вас очень сильно люблю. У меня все хорошо. Приехали. Я безручка Руслан Николаевич, 1950 года, 3 марта рождения. Служу с 11 марта 2016 года в ИЧЛ 1265-90 Батерго в ЛНР. Я ехал в город части старший лейтенант Алладов. Какого числа? 24 февраля. Так. Дал приказ ехать вниз по улице, до конца улицы пройти. И стрелять по всем людям. По гражданским людям. Для чего? Ты не можешь ответить. Хорошо. Ты стрелял? Нет. На чем вы передвигались? Мы передвигались на БМП-2. Какая твоя должность? Я механик-водитель. Сколько людей его убили? Я не видел по три комплекса. Сколько БК осталось? Не могу знать, но не все выпустили БК. Сколько домов его расстреляли? Мне тоже этого не видно. Видно операционную ночь. Мне только дорога видно. В общем, людей его убивали, правильно? Я не видел. Хорошо, спасибо. Я Фокин Евгений Александрович. 1927 года вождения. ВЧ 12-10-65. ЛНР. 24-го числа, февраля месяца, нам был получен приказ выдвинуться в город Счастье. Мы выдвинулись в город Счастье. Завязался бой на мосту. Мы прорвались. Отъехали к месту назначения. Потом Аллатов Михаил Григорьевич отдал приказ разделиться. Две машины в составе моей, которые должны ехать вниз. Должны были занять оборону, несмотря ни на что. И стрелять во все, что движется. Так же и в метры жителей. Мы выдвинулись... Вам был дал приказ стрелять в мирных жителей? Так точно. Дальше продолжайте. Мы выдвинулись вперед. Были выстрелы. Но куда они летели, я не видел, потому что я механик-водитель, и мне комплекса не видно. Мы подъехали... Я хотел убежать, но сзади стоял заряд-отряд. Если бы я вылез, даже с машины они бы меня застрелили. Загрял отряд из кого? Я не знаю этих людей. Но знаю точно, они были репутованы белыми повязками. Это... Войска? Я не знаю. Правда не знаю. Как они выглядели? Ну, довольно-таки солидно одетые. Какие-то опознавательные знаки? Не было у них ничего такого. Повязки? Повязки белые, какие у нас были. Хорошо. Спасибо. Спасибо.